А вот и немецкая каска, наверное. Наконец-таки пошли немецкие танки. Отходи! Поехали! Смотрите, ящик! О, ничего себе! Патроны тяжелые? Нет, это не патроны, это что-то другое. Не похож на патроны. Подожди, что там пишут? Что-то там три. Мне кажется, это 75-е снаряды. Может быть. Ровно три штуки. Одна уже открыта. Да, я думаю, она просто оторвет. Ох, какая красота! Подожди, подожди. Я открыла дальше, я был прав, это 75-е. Только еще с переноской, с гильзой. Лучше не капай туда. Я первый раз их вижу. Вот это красота! Это же не просто ящик, это ящик переноску. Потому что это как... Даже написано, где-то не видно. Как же теперь слить воду? Детонаторы в идеальном состоянии могут сработать в любой момент. Так что лучше их... Доносы не докасаться, да, Михаил? Угу. То все сразу же, так что... Очень редких движений не делай. Внутри, смотрите, порох. И там надписи. Написан год, партия, вес пороха. В общем, вся информация не нужна вообще для людей. Ну, на всякий случай, немцы ее писали. Да, видно, там внизу деревяшки, чтобы ничего не высыпалось. Но здесь не выбивался при транспортировках. Жалко пробилось. Ну, здесь плохо сохранилось. Здесь есть вот этот подъем. Здесь есть вот этот подъем. Здесь есть вот этот подъем. Вот и крышечка от того котелка немецкого. Подписная тоже ВМ. Тоже ВМ. Это все, наверное, того немца. Еще какие-то нации. У, Б, К, еще что-то там. Прям здесь накидано всего авиамиле немецкого. Вап, присной. Что написано ВАП? ВМ. Все. КВМ Вермахт А вот и немецкая каска, наверное Немецкие нам нравятся, нам только советские нравятся Обманул У меня добавим немецкие вещи Скала Андрюха, поглаживая, в год метнулся на почер Шутка, ребята О, стоп, стоп, стоп У нас деколья Вот это состояние Опять М42, с подшлемом, наверное Да, так он обуваливается Жалко Ладно, верхнюю часть помою Ох, да Только подбородочник Может быть, как-то, чтобы осталось Подшлемик, естественно, должен быть стальной По идее По идее По идее Полица Берем Ох, подожди, не, 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 с ремнем. Такой он маленький, в отличном состоянии, напряга затертая, можно сказать почти до дыр. Дройки в магазины до ела. Ох, подожди, не, 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 а, не, не, а, не, 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 а, не, 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 не. Довольки в городе. Можем его запомнили. Это какой-то ящик деревянный, обитый железом. Скорее всего там что-то лежало. Возможно содержимое находится прямо здесь. Здесь уже куча деревяшек мы накопали. Гильзы попадают в артиллерийский порох, меднённая гильза 75 миллиметров. Немерзкий бачок раздавлен. Точнее это внутренняя часть по моему. Тут есть и внешняя на самом деле. Видимо он погнил капитально. Я думал что ему ещё и досталось. А противогаз внутри? А? Противогаз внутри? Узнаем. У меня здесь прекрасный столик для этого. Нет, по-моему нет ничего. Нет, внутри. Внутри противогаз? Да, оставь. Я говорю снял его очень, видишь конкретно. Ну разминай обратно. Должно как-то разорвать. Внутри клима. Внутри клима. Где белая идёт? Да я понимаю. Ближе к этому, с правой стороны. Нету? Не схранись вообще. Ну и не важно в принципе. Так интересно. вот такую ребята бутылочку нашли на самолете тогда еще люди говорили что после войны после войны эти времен войны бутылка жалко не сохранилась водка какая там московская московская классная бутылка она к сожалению особая особая к сожалению ей досталось очень жалко катушка и стержень из феррита и еще он везет наверное не то лампочки и не то перехранцы Сейчас посыпется вниз все. Что-то открывается, а внутри какие-то контакты, как раз похожи по размеру. Смотри, там какая-то пуговичка, а там батареи были. Красный пластик. Ощущение, что это фара. Ну да, фонарь может быть точно. А вот там что за окошечки? Не знаю, что это за окошечки, но они открывались, видишь? Стеклянные, это наверное как раз с машины. А, да, слушай, это стекла. Это лампочки какие-то были. А, это панель, панель с датчиками со всякими. Лампочка там, сколько бензина. Может быть, слушай. Масло там, еще что. Я не знаю в тех годах, насколько там много было этих штучек. Если там разобрать, должны быть лампочки. Либо они в той части, которую ты отделил. Ну да, скорее всего. Так это может не предохранить, а лампочка и есть на самом деле. Ну да. У тебя вряд ли. А почему? Размер вот тот. То есть вот оно стояло и загоралось скорее всего. На остальные окошечки видим. Не знаю. А, вот третья лампа, кстати. Вот она. Да, под три лампы. То есть раз, два, три. Зачем она открывалась-закрывалась? Знаешь, что это там? А это не может быть стоп-сигналом или чем-нибудь таким? Потому что... Не, зачем там столько маленьких окошечек? Да. Что-то другое. Продолжают идти всяческие запчасти. Опа. Окей. Это в набор мотособаки. Рожковый ключ. На сколько он? На пятнадцать? Шестнадцать. Шестнадцать. Номер четыреста пятьдесят. Почти угадал. А здесь? Это было покрытие, он был блестяще. Поэтому он черный, видимо. Ну да. Поэтому он сохранился получше. Угу. Потому что он был хромирован. Явно ленд-лиз. Да и тачка, походу. Все-таки. Не думаю. Ну почему ключи ленд-лиз? Ты знаешь, что половина грозовиков немцев были с американскими двигателями? Угу. 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 В expensive region of G41. Такой столько нарастов. Сiusок затвором. Ну приоткрыто все равно. Да. Интересно что было при спину стоит. И не знаю ключ-то портить. Зачем ключ не будет. Угу. Он будет очень тоненький. Еще идет 108 маузер, винток прекрасно сохранилось в болоте. История по-настоящему. Отходи! Моя лопатка! Может фестивальная? Красотка! Аккуратно, это же мина. Сейчас взорвёмся. Ребята, советская противотанковая мина ещё, блин. Ребята, советская противотанковая мина. Ребята, советская противотанковая мина. Чего себе тут шашки. Тол прессованный. Четыреста грамм в одной шашке. Итак, ребята, пошла техника. Наконец-таки пошли немецкие танки. Просто похода здесь гусеница. Здесь вокруг везде железо немерено. Сейчас будем раскапывать, чтобы понять, что это вообще такое. Слух прошёл, что всё же это не танк. Походу мы копаем немецкие опели. Внедорожник для гонок по лесам. Погрызи. Гусеница, смотрите, тоненькая, с резиновыми накладками. Те накладочки бывают на ходе. О! Смочилась. Поднимешь. Раз, два, три. Сейчас, давай. Сюда закидывай. А потом к рюкзаку прицепиться и всего делов. Давай воду. Да, пострадал он от взрыва. Чтобы собрать грузовик во времена войны. Немецкий. Затем хочет сломать. А? Да вряд ли она сломается. Это же гусеница. Да. А тут такое ощущение, что она целая. Тоже дизельная. ВД-шка есть? Да, сейчас. Литовым. Пошпыцуем, поедем. Щёточкой. О! Сцепление. О, боже. Сцепление. Бери воды. Сцепление. Сцепление. Кстати говоря, со сцеплением проблемы были. Можно поменять. Помощнее будет. Ну да, по ходу сцеплением. Сцепление. А, Кать, дай этлер, пожалуйста. Кать, на гусеницу определите, пожалуйста. Ага. Сцепление. 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 Может это просто прикипели. Шпильки, а не кувалдой, но не кувалдой. Обычное дело. Сцепление. Это кипроколектор. Сцепление. Что это такое? Похоже на обувь колеса. Точно взорвали. Каток, ребята. Натяжить-то не будем. Да, что-то из этой категории запчастей. Сейчас это прям экспонат для музея взорванной техники. А тут, ребята, продолжается грузовик. Походу мост колесо на рессоре наторчат. Там что-то еще, то ли снаряд. Возможно, он вез опасные находки. Да, походу снаряд там. Или Катюша, или что-то такое. Похоже снаряд, наверное, накрыли его. Думаешь, через Андрея? Андрей, давай через тебя. Стой, Сань, давай через Андрея. Вытащим. Через эту часть. Канал поднимем. Дядя не справлюсь. Давай руками возьмем, да и все. Смотри-ка, Люська, это каток реально, по-моему? Не колесо, а раскаток, по-моему. Не колесо, раскаток, по-моему. Дальше. Дальше. Передней? Да. На газель станет, как считаешь? По-любому. На гелик. Газайский гелик будет. Вызов академику, да? Прям подтягивала крышка котелка. Сохран, блин, такой хороший. Помнишь, как у меня в блиндаже? Да, сейчас мы ее помоем. Сейчас, будет продать. Интересное клеймо. Что там еще что-то? Возьмешь? Возьмешь раму? Да, крышка советского котелка лишне сохранилась, но, к сожалению, изменят все. Это огромная конструкция. Продолжаю историю рессоринга. Это сзади, что ли? Не, не сзади, гусеница. Возможно, какая-то центральная часть рамы. Возможно, откатков. О, это переноска для гельса, получается, да? Похоже. Или это цилиндры? Не знаю. Точно, точно, это цилиндры. Да. Часть двигателя. Да, часть двигателя от грузовика. Миша, он в А8 был или какой? Миша! Сколько цилиндров было? 8? Не знаю. Надо помыть его, там шильды могут быть. О, нашли уже часть двигателя. Да, по-моему. Дай мне его. Похоже, шильда идет. Тут вот эта корсёвская, у нее же губка. Кружинка где-то. А шильда огонь вообще будет. Да. Что-то есть, что это у него? О-о-о! Ребята, пока вам, наверное, не видно, это винтовка Маузер К-98. Без затвора. Уж не знаю, саперы это или... Сами немцы выкинули. Непонятно. Вместе 5-мм снарядники пошли. С ними лучше поаккуратнее здесь. Ну что там? Это моя нога. А! За ногу и тачишь? Вот оно, да. Что там, каска? Сейчас ты даже скажу. Или этот самый, опять РС? На каску похоже. Аккуратно. Аккуратно. Когда достаешь, сразу же декали ножом стираешь. А где там ничего не осталось? Ну и слава Богу. Очень на наших похожа каска. Жалко. Нет, тут не каска. Просто железо скомканное. Скомканное железо. Это могло быть часть кабины. Ну да. Может быть что-то от кабины. Сейчас уж так уж и не скажешь. Что это? Немецкая фляга. Как ее тут замяло. Говорят, такие легко выпрямляются. С воды наливаешь в морозилку. Достаешь она как новая. И она сохранялась. А она хоть раз не сохранялась, интересно? Было. А вот похожий борт машины. Пошли в деревянной части с петлями. Вон у нас видно петля. Впереди у нас полный борт винтовок. Я его не обкапал. Болото высохли. И маузеры обнажили свои затворы. Вот оно оружие прямо на поверхности земли. Лежит себе, отдыхает. Давай, выпустим его наружу. Ничего не болото. Я думаю, можно просто вдернуть. Такие корни обычно. Так легко не дёрнешь. Да нормально. Хоть бы штык ножки не приложили. Шампал был. Ребята, огромная яма, копаем уже, железо все идет. Там целый склад железа, например, диск от танкового Дегтярева пулемета, тут мало что увидите под гнездо, надо бы щеточку, ну ладно, ладно, кладем, что-то выдержит, нет, он не держится, он неплохой, советский противогаз Тут же, где-то там, наверное, бачок от него, фильтр Сейчас посмотрим Комплект просто дисков Тоже, при щеточке сложно будет Уже получше, да? Поглубже был Угу Угу Целый год Крышки тоже нет Крышки тоже нет Крышки тоже нет Все осталось противотанковой гранатой, железо полностью Чтобы дело, тротил таракадин остался Угу Угу Еще Давай уже сам пулемет доставай Угу 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 Продолжение следует...